Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. Как проходит обновление парка общественного транспорта в Самаре? На какие маршруты в первую очередь выходит новый транспорт? Как учитываются потребности пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья при покупке нового транспорта? В нашей студии заместитель руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самары Юрий Топилин. Юрий Михайлович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Добрый день. Ну и давайте начнем, наверное, с самого начала. Процесс обновления транспорта, я так понимаю, не имеет ни начала, ни конца, потому что транспорт постоянно стареет, постоянно требует обновления. То есть это некий такой цикл замкнутый. И вот как проходит обновление парка общественного транспорта в Самаре? Сколько единиц транспорта? Какого закуплено, поставлено? Какими видами транспорта отдается предпочтение? Смотрите, ну действительно, этот вопрос такой цикличный и бесконечный, наверное, потому что, да, есть ситуация с тем, что транспорт нуждается в обновлении год от года, он не молодеет, и поэтому нужно, конечно, проводить новые закупки. И это там неприменительно к какому-то конкретному виду транспорта. Это касается и автобусов наших, и трамваев, и троллейбусов, и вагонов метро на минуточку. Все вот это требует обновления. Ну вот самый показательный, наверное, пример у нас был, это, конечно, вагоны метро, которые вот как был метрополитен построен еще в Советском Союзе, как были закуплены вагоны, и вот там их срок 33 года. Вот эксплуатировались, эксплуатировались, и начало настекать. Ни разу не принималось никаких решений, вот зависит от периода, ну длинный как бы, вот 30 лет это, извините, вот такой производственный цикл. Но по мере вот, когда мы стали подходить к его завершению, стали приниматься решения, и вот у нас с 2019 года идет планомерная работа. Мы сперва там немножко купили новых вагонов, потом год от года стали проводить капитальный ремонт существующих, это выходит дешевле, и вот тележка используется старая, вагон на нее ставится новый, он абсолютно вот современный, там более световое освещение, более удобные сиденья, там современные материалы, которые там негорючие в том числе, вся электроника новая, это пассажирами оценивается положительно. Похожая ситуация у нас и с другими видами транспорта, ну вот там трамваи, допустим, у нас городской парк, это порядка 400 вагонов, из них 330 это вот эти Татры чешского производства, которым уже там 30 с хвостиком лет, 40 с хвостиком лет каким-то. Конечно, этот парк нуждается в обновлении, и тут мы тоже принимаем меры, мы закупаем новые вагоны, вот у нас в конце прошлого года был заключен контракт на поставку белорусских трамваев, модели Т-811, 12 единиц, они должны были прийти в этом году в наш город, на сегодняшний день пришло их 4, это известная ситуация, мы об этом говорили, завод, который нам их производит, там есть сейчас вопросы, касающиеся гособоронзаказа, поэтому нас уведомили о том, что сроки поставки, они будут несколько позднее, мы, конечно, понимаем эту ситуацию, но интересы жителей города тоже отстаиваем, поэтому вот первые два вагона мы все-таки вытащили на прошлой неделе, еще два вагона были переданы в ТТУ, ну и вот так вот последовательно будем и остальные получать. Троллейбусы, вот троллейбусы у нас, пример 21-го года, когда мы участвовали в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги», если у нас на город там выходит чуть меньше 100 машин, вот участие в этом нацпроекте позволило нам 22 троллейбуса новых закупить, это, ну вот, почти четверть парка потребного, они все горожанам, наверное, хорошо известны, это такие четвертый маршрут весь, оранжевые троллейбусы, они ходят по улицам города, они бросаются в глаза, да, это современные модели тоже, они кондиционером оснащены, это, ну вот поверьте, за многое нам от граждан прилетает, ну, работа общественного транспорта, она сама по себе такая, да, наверное, мало у кого вызывает там восхищение и воодушевление ежеминутное, и это, ну там, касается, наверное, не только Самары, но и других городов, но вот с этими троллейбусами это яркий пример, когда, ну вот, откровенно говорю, испытывали гордость за свою работу, потому что вот первый транспорт с системами кондиционирования салона, вот мы обеспечили поставку для наших горожан, это была там не одна, не две машины, а сразу 22, вот охватило целый маршрут. Я ведь, насколько понимаю, это связано в том числе и с тем, что участвовали в нацпроекте в федеральном, правильно? Да, да. А там в чем особенность? То есть мы получили доступ к федеральным деньгам? Мы получили доступ к федеральным деньгам, мы получили доступ к деньгам областного бюджета, и конкретно эти троллейбусы обошлись городу за 1% от их стоимости. Как хорошо. Это очень было выгодное предложение, ну вот, там, я не знаю, их купили дешевле, чем легковой автомобиль стоил, извините, там, в тот период времени. К сожалению, там, сейчас условия нацпроектов немножко поменялись, и у нас нет возможности в нем участвовать, но вот говорят, что на следующий год, может быть, будут пересматривать параметры, и если будет такая возможность, мы, конечно же, с заявкой будем туда выходить, потому что, ну, нам это, безусловно, интересно. Автобусы. Автобусы – это самая свежая история. Вот у нас не далее, как две недели с лишним назад с участием губернатора Самарской области происходило вручение автобусов новых. 50 единиц поставлены. Это тоже белорусского производства автобуса, МАЗы. Они закуплены за деньги города и области, то есть тут вот в федеральных программах нет возможности у нас пока тоже участвовать. Значит, автобусы большие, во-первых. Во-вторых, это автобусы на природном газе, максимально экологичные. В-третьих, они тоже уже оснащены кондиционерами, вот, и всем современным требованиям также соответствуют. Там и есть автоинформаторы, и бегущая строка, и площадка, и для размещения коляски, аппарель для маломобильных граждан. Там розетка есть, телефон под зарядитель, USB. Там и розетка, по-моему, есть, да. Ну, вот, таких вот напичканных начинкой автобусов еще у нас не было. Поэтому вот этот вот процесс обновления общественного транспорта, он у нас вот непрерывно развивается. Его никто не снимал с повестки. Ну, и даже вот, наверное, нам бы хотелось, чтобы темпы, они были чуть-чуть побыстрее. Здесь мы, конечно, на что рассчитываем? Вот, не так давно проходил госсовет, где глава города у нас Елена Владимировна Лапушкина личное участие принимала. Вопросы обновления транспорта, они обсуждались вот с размахом всей страны. Картинка одна и та же. Вот те проблемы, с которыми сталкивается Самара, они характерны для многих городов. То есть это и физический износ, и устаревание, и необходимость закупки нового подвижного состава. Они находят понимание и на региональном, и на федеральном уровне. И вот по итогам госсовета мы ожидаем, что принятые решения, они, конечно, дадут некий новый импульс. Появятся новые возможности для нас участвовать в каких-то федеральных проектах, привлекать деньги в транспортную отрасль и делать транспорт наш городской более удобным, более комфортным, более приятным для наших жителей города, для наших пассажиров. Юрий Михайлович, я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается как раз общественного транспорта. Затем продолжим нашу беседу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместимость большая. Он больше, чем первый предыдущий был. Ну и сидений побольше. Вот все мне нравится. Хорошо, понравилось. Ездили с детьми. Очень удобно, бесшумно. В общем, все хорошо. Я иду первый раз, видела их. Устала чаще. Дай бог, чтобы это продолжалось в таком же, скажем, ритме, как и сейчас. Пока все устраивает. На Красноглинском направлении 30 новых МАЗов большой вместительности. Автобусы под номерами 1, 50, 51. Жители, которые пользуются этими маршрутами, просили усилить работу на линии для повышения ритмичности перевозок. И выход новых автобусов позволил увеличить выпуск подвижного состава. Не оставили без внимания вопрос, который касается системы климат-контроля. Для корректной работы специалисты просят пассажиров не открывать окна во время движения. С водителями также проведен дополнительный инструктаж. Стоит отметить, что кондиционеры, которыми оснащены новые автобусы, работают не только на охлаждение, но и на обогрев. Поэтому зимой самарцы будут ездить с теплом и с комфортом. Стоит отметить, что профильный департамент следит и за соблюдением частоты подвижного состава. Перевозчику поручено в течение ближайших трех дней провести тщательную мойку автобусов и обратить пристальное внимание на состояние салонов. Сейчас мы, конечно, с перевозчиком все это дело посмотрим сами. Транспорт проходит перед выпуском на линии обработку, его моют. Но вот если недостаточно этого, значит будем принимать меры и будем указывать перевозчику, чтобы он поддерживал частоту в салоне. Специалисты профильного департамента ежедневно находятся на связи с жителями областного центра. Механизм обратной связи с пассажирами помогает своевременно улучшить работу и в части интервалов движения. На текущей неделе также будет проведен дополнительный выездной мониторинг работы маршрутов, обслуживающих Красноглинское направление. В этом году новые автобусы получили и другие города региона. Пассажиры отмечают мягкость и плавность хода, комфортное сидение. А водители хвалят кабины, отделенные от пассажирского салона. До конца этого года планируется передать всем муниципалитетам области еще более 300 машин. Юрий Михайлович, а вот такой вопрос, наверное, узкопрофессиональный, но он всех интересует. На ваш взгляд, как эксперта, а какой размер автобуса для города наиболее удобен, наиболее оптимален? То есть, с одной стороны, чтобы удобно было ездить, чтобы он, может быть, места меньше на улице занимал. С другой стороны, чтобы он вмещал максимальное количество, наверное, пассажиров. Потому что одно время были модные газели, вот такие небольшие автобусы. Вот вы как считаете, что лучше-то? Ну, смотрите, Самара город большой, и автобусы, конечно, должны быть тоже большие. У нас есть своя специфика, она связана с тем, что у нас есть центральная часть города, где помимо автобусного транспорта там есть и на трамваях возможность проехаться, есть там линия метро, есть ветка троллейбусные. Вот в этой части там, ну, еще допустимо, где-то среднего класса, допустим, автобусы. Но это вот как раз такие, которые у нас работают. МАЗы тоже белорусские, вот 206-й МАЗ, там 72 места вместимость у него паспортная. Но если мы говорим, вот город же он растет, все время развивается, у нас есть отдаленные районы, которые не связаны с центром, там, электрическим транспортом, и там нету другой альтернативы, кроме как автобусов, то там, конечно, должны быть автобусы большой вместимости, чтобы люди могли туда зайти, чтобы их всех могли оттуда увезти. Мы это уже на практике прочувствовали и с крутыми ключами, и с красной глинкой, потому что вот туда была попытка поставить средние автобусы, ну, стало понятно сразу практически, что этого недостаточно, и туда были выведены вот те автобусы большие, которые у нас есть в наличии, там, Лиазы газовые тоже. А на какие вообще, кстати, вот вы сказали как раз, что вот была вот эта попытка средняя, потом вот стали поставить более крупные, на какие маршруты вообще вот сейчас выходит новый транспорт? Новый транспорт, он в приоритете именно Красноглинский и Куйбышевский район, это вот те отдаленные территории, откуда нужно вывозить пассажиров, и где есть наибольшее количество обращений, это наши болевые точки, на которые, конечно, в первую очередь нужно обращать внимание. Если мы говорим о маршрутах, то по Красной Глинке это первые 50-е, это протяженные маршруты, которые идут из поселка Красная Глинка через территорию всего города, там первые на Московское шоссе выходят, полтинник по Новосадовой, и они попадают там в центр до ЖД вокзала. Куйбышевский район, это автобусы 5-й Д, это автобусы 66-го маршрута, которые тоже обслуживают отдаленные территории, и тоже вот, ну, востребованность именно там в первую очередь. Вот в сюжете мы посмотрели интересный момент, касающийся кондиционеров. Совершенно замечательная вещь, в 21 веке кондиционер, это очень хорошо. А в каких еще новых видах транспорта появляется кондиционер? У нас охвачены теперь уже все, потому что вот и троллейбусы у нас, как я уже говорил, с 21-го года. С кондиционером? Да, тогда же у нас в 21-м году, только чуть попозже, к осени появились первые 10 автобусов с кондиционерами, это тоже были большие мазы, вот сейчас уже те трамваи, которые нам приходят, вот два вагона мы уже вывели на линию и два готовим к выпуску, в них тоже есть система кондиционирования салона, и вот эти новые автобусы, они тоже ею оснащены, и вот хочется надеяться, что так оно дальше и будет, вот мы уже перешли на эту дорожку и дальше пойдем только по ней, что весь закупаемый транспорт у нас до этого был уже железный, он должен соответствовать требованиям доступности маломобильных граждан, то есть это низкий пол, это откидная аппарель, это площадка для размещения коляски, и мы вот успешно этот шаг сделали, вот мы все, что закупаем уже последние годы, это было именно таким, а сейчас мы делаем еще второй шаг вот на эту систему кондиционирования салона, что мы тоже вот переходим, понимая о том, что да, это стоит дополнительных денег, это как вот доп. опция при покупке автобуса, да, это в дальнейшем там несколько увеличивает затраты на его эксплуатацию, потому что это вот тоже требует топлива эта система, но это вот та категория услуг по перевозке, которую, ну вот мы должны ее именно такую уже сейчас предоставлять, на требовании времени, вот они такие, но люди не поймут, если мы сделаем шаг назад и будем уже дальше еще что-то брать, наверное, без кондиционеров. Но здесь еще и важный момент, надо как бы объяснять, объяснять, объяснять пассажирам, что автобус теперь с кондиционером, товарищи, давайте окна не будем открывать летом. И это понятно, это потому что вот мы там между собой сразу говорили, что извините, как в анекдоте появятся две новые жалобы, теперь мне холодно, значит, это кондиционер выключите, и мне жарко кондиционер включите. Да, потому что здесь вот тоже такая тонкая грань, кому-то жарко, кому-то холодно. Но здесь, тем не менее, вот, ну, тем не менее, это все равно необходимо, особенно в сильную жару. Я предлагаю посмотреть еще один сюжет, он касается вот той темы, которую вы сейчас немного коснулись, это удобство общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, потому что, ну, крайне важная тема, крайне важный вопрос, который, ну, для определенной категории наших земляков, ну, он архи-необходим. Вот давайте об этом поговорим. Екатерина Вопридская, член Самарской организации инвалидов-колясочников, регулярно пользуется общественным транспортом. И не понаслышке знает, чем должны быть оборудованы машины, чтобы они были доступны для всех. Насколько новые автобусы, которые недавно были закуплены городом, соответствуют требованиям, женщина проверила в автопарке транспортного предприятия. Техническое состояние замечательное. И есть площадка для этого, кондуктора хорошие, подходят, все хорошо, спрашивают. Очень замечательные автобусы. Побольше бы их. Представители Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников Ассоциация Десница проверили скорость открывания аппарели, ее угол наклона, место в салоне, отведенное для коляски, высоту валидаторов для удобства оплаты проезда и работу сенсорных кнопок для вызова водителя. Функциональностью новых белорусских машин остались довольны. Вот эти автобусы очень комфортные, очень удобные для инвалидов. По крайней мере, пользователи об этом так же говорят, наши ребята. Но то, что мы увидели, в общем-то, в принципе, все очень здорово. Если к технической части нареканий нет, то к сотрудникам транспортных предприятий иногда возникают вопросы, особенно если экипаж сильно торопится, забывая выполнять свои задачи. В свою очередь, в автопарке регулярно работают в этом направлении, проводят инструктаж с водителями и кондукторами. В частности, акцентируют внимание водителей на необходимость подъезда к остановке с учетом расстояния, необходимого для раскладки аппарели, а также оказание помощи маломобильным пассажирам. В том числе, конечно же, мы обращаемся и к пассажирам, которые находятся в подвижном составе, внутри подвижного состава. И когда заходит пассажир маломобильный, чтобы они реагировали тоже адекватно, чтобы не подгоняли, не говорили, что мы опаздываем на работу, не создавали вот эту вот излишнюю конфликтность внутри салона. Предоставление населению города качественных и своевременных транспортных услуг является приоритетным направлением деятельности местных властей. Важно, чтобы все группы граждан имели возможность пользоваться общественным транспортом. Поэтому вся новая техника, которая закупается городом, соответствует реализации этих задач. Новые автобусы, трамваи и троллейбусы – низкопольные, оборудованы пандусами, световыми табло и громкоговорителями. Напомним, новые автобусы выходят в рейс на одни из самых загруженных городских маршрутов, в том числе номер 1, 50 и 51. Жители, пользующиеся этими маршрутами, просили увеличить количество рейсов. При этом мониторинг работы маршрутов, обслуживающих самые востребованные направления, продолжается. В том числе и по направлениям, которыми чаще всего пользуются категории граждан, которым требуется особое внимание. Юрий Михайлович, ну вот мы посмотрели, сюжет – очень хорошее дело. Вот у меня сразу вопрос возник. Вот откидывать вот этот пандус для того, чтобы заехал – это кто должен? – Это должен непосредственно сотрудник перевозчика, то есть водитель выйдет из кабины, откинет этот пандус, поможет закатить коляску внутрь салона. – Это если инвалид один, если человек сограничит возможность имя один, то, соответственно, он ему поможет еще и заехать. Это входят его, скажем так, должностные обязанности. Ну, вообще, на самом деле, отличный посыл. Следующий транспорт весь, который будет закупаться, он будет весь. – И предыдущий уже тоже весь. – И предыдущий, это, соответственно. Вот у меня в связи с этим еще вопрос. Вот как вы оцениваете ситуацию в целом в Самаре, прошу прощения, с общественным транспортом? Какие территории хорошо окомплектованы? Где вот еще стоит дорабатывать? – Ну, у нас есть вот два района, это Куйбышевский и Красная Глинка, где есть наибольшее число обращений. И, конечно же, вот мы туда поставили новые автобусы. Наверное, это не предел мечтаний. И дальше будет работа тоже продолжена. Будем придумывать еще какие-то варианты. Может быть, как-то корректировать маршруты, что-то двигать с расписанием, смотреть, где мы еще можем новые автобусы туда привлечь, потому что там качество транспортного обслуживания в целом надо повышать. Вот по территории города тут, опять же, попроще. Тут есть много видов транспорта, тут можно на чем-то уехать. Но в целом, так, знаете, откроешь интернет, много жалоб. Ну, много. Люди пишут каждый день, и кому-то не нравится… – Сейчас возможности много, вот и пишут. – Да, как он где едет. Кто-то там вступил в конфликтную ситуацию с кондуктором. Кому-то не нравится там какая система оплаты проезда у нас. Много разных мнений. Ну, вот брали, например, есть такая компания, одна из консалтинговых транспортных в Москве, которая каждый год составляет рейтинг по общественному транспорту. И вот посмотришь, Самара там где-то в первой десятке находится. И вроде как по сравнению с другими городами, ну, вот мы прилично выглядим. Хотя, ну, это с нас не снимает никаких обязательств. Это не значит, что мы вот там сказали, ой, там, у других, мол, посмотрите, там, совсем это не на что даже посмотреть. Вот мы потолка достигли, и дальше двигаться никуда не будем. Конечно же, нет, но все равно понимаем, что нужно дальше развиваться, нужно искать возможности привлекать дополнительное финансирование, нужно выходить на какие-то новые федеральные проекты, которые будут появляться. Мы и так используем все возможности привлечения вот федеральных средств. Мы участвуем во всех программах, каких только можно. Мы вот с этими троллейбусами, мы заявлялись по автобусам, с метро вот хорошо попали, нам дали на новую станцию специальные средства, которые целевые. С областным бюджетом мы работаем. Вот с этого года у нас запущена программа модернизации трамвайных путей. Вот хребтовый участок по Новосадовой, который точно так же, как и сами трамваи, там с рельсами тоже есть проблемы, их тоже нужно ремонтировать, и мы будем это делать. По трамваям, кстати, мы же еще и запустили программу модернизации вот этих старых Татар. Мы в следующем году сделаем первые три вагона, заказали тоже в Белоруссии новые корпуса. Тележки, они там, ну, считай, вечные, вот их можно старые брать, на них сажать новый корпус, и вот точно так же, как мы делали капремонт с вагонами метро, вот по тому же самому принципу у нас будут вот такие вот обновленные трамваи, рассчитываем, что выйдут в следующем году на маршруты. И эту программу, ну, ее тоже будем тиражировать, вот посмотрим на этот пилотный проект, и будем говорить о том, что ее нужно и дальше двигать, и, может быть, три это все-таки, ну, там, недостаточно в год, надо больше вагонов брать, поэтому вот эти вот все вещи, они требуют ежедневной работы, там, где-то мы можем находиться в зоне критики, там, иногда за что-то нас могут даже похвалить, и такое бывает, как ни странно. Но вот то, что транспорт у нас не стоит на месте и развивается, но это точно вот видно невооруженным взглядом там, и в том числе людям, которые вот за пределами нашего города находятся. А, кстати, вот в связи с этим такой вопрос, а новые маршруты могут появиться? Могут появиться и новые маршруты. У нас же как... Потому что это же тоже такой живой организм. В 21-м году у нас по заказу областного министерства транспорта приезжали эксперты из Росдорни, это учреждение подведомственное федеральному Минтрансу, они сделали научную работу в рамках Самарско-Тольятинской агломерации, посмотрели всю маршрутную сеть, там, еще и в привязке к межмуниципальным маршрутам, там, ну, вот чуть ли не до Тольятти из Самары, дали кучу рекомендаций. Они, конечно, все там очень затратные, ну, там, такого характера, что вот эти маршруты надо закрыть, новые маршруты надо открыть, на них поставить, там, удлиненные трамваи или автобусы-гармошки, ну, которые еще предварительно надо закупить в таком количестве, да, и вот там транспорт поедет по-другому. Но тут есть вопрос финансирования, есть вопрос производственной загрузки, там, заводов-изготовителей, потому что, ну, вот тех же трамваев, вот прямо сейчас пойди там... Ну, понятно, тебе их не отгрузят. Да, не факт, что их и отгрузят там через несколько месяцев, потому что этот цикл он там составляет. Поэтому, вот, а так, яркий пример, ну, вот, у нас поехал 83-й маршрут, это маршрут, который открылся новый в этом году, он обслуживает территорию около стадиона Самара-Арена Солидарность, он же обеспечивает транспортное обслуживание, вот, фонда защитников СВО, которые находятся в помещениях стадиона, и там прилегающую территорию, вот, по арене 2018 в одну сторону, и там по улице Дальней, по Московскому шоссе до Ташкентской в другую сторону. Вот там ездят эти средние автобусы, тоже мы слышим там ряд жалоб, что вот, зачем вы его открыли, там не такая заполняемость, но это тоже ситуация... Но это развивающаяся территория. Когда, ну, во-первых, эта территория, она все равно будет развиваться, во-вторых, ну, там тоже должен быть транспорт, извините, это не значит, что, ну, иди пешком, вот, а это первый автобус, который туда пошел, работающий со всеми видами льгот, там и школьные, и студенческие, и социальные, и теперь у нас есть карта жителей Самарской области, вот, все вот эти способы проезда применяются. Вот, Юрий Михайлович, осталось совсем немного времени, вопрос еще такой, а сейчас есть вакансии, вот, необходимы водители? Потому что, когда что-то развивается, всегда нужны рабочие руки. И это очень правильный вопрос, водители нам всегда нужны, честно говоря, и кондукторы тоже нужны, поэтому вот обращаюсь просто ко всем зрителям, если вы вдруг хотите поработать водителем в общественном транспорте, неважно, это трамвай, автобус, троллейбус, приходите, пожалуйста, в предприятиях есть вакансии, что касается электрического транспорта, есть специальный даже учебный центр, где вас научат, вам будут платить стипендию на время учебы, вам предоставят подъемную выплату, когда вы устроитесь на работу. Если мы говорим о людях, там, не из Самары, есть возможность общежития дать, вот, зарплата хорошая, соцпакет полный, вот, полностью, там, белое оформление, все гарантии, какие есть, они у нас предусмотрены, пожалуйста, приходите, вакансии есть. Ну, собственно говоря, это хорошо, это означает, что транспорт развивается, и, соответственно, город растет и живет, а значит, ну, и нам в нем жить становится более комфортно. Юрий Михайлович, спасибо за интересную содержательную беседу, надеюсь, увидимся еще вновь, и поговорим о том, как растет город, и, соответственно, как развивается общественный транспорт. Спасибо вам большое. Напоминаю, в нашей студии был заместитель руководителя Департамента транспорта администрации городского округа Самара Юрий Тапелин. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова